МИД Абхазии рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией. МИД Абхазии рассказал, когда возможно восстановление доверия с Грузией. Полночь 37. РИА Новости. Михаил Макрушин. Абхазия. РИА Новости. Михаил Макрушин. Абхазия. Архивное фото. Сулхум. 1 мая. РИА Новости. Говорить о возможности восстановления доверия между Абхазами и грузинами можно только после подписания соглашения о неприменении силы, заявил министр иностранных дел Абхазии Дауркови. Важным и серьезным шагом для улучшения ситуации являются не громкие заявления, а конкретные шаги Грузии в сторону подписания соглашения о неприменении силы. Только после этого можно говорить о возможности восстановления доверия между двумя народами, написал министр на своей странице в Facebook. Тогда Дауркови прокомментировал заявление президента парламентской Ассамблеи Совета Европы, Паси, Лилиан Мари Паски, которая, находясь с визитом к Тбилиси, отметила, что Абхазия и так называемая Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии. Госпожа Лилиан Мари Паски фантазирует, теряя связь с реальностью. Тем не менее, такого рода политическая риторика наших европейских партнеров для нас уже привычна и не вызывает никакого удивления, отметил также Дауркови. 2 марта, полночь 59. Лукашенко объяснил отказ признать независимость Абхазии. Подписание документа о неприменении силы является одним из главных вопросов женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, который регулярно проводится с октября 2008 года. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение. Но Грузия, не признающая независимость своих бывших автономий, настаивают, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня град Южную Осетию. Грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, вела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. 20 апреля, 10.30 посол, Россия не прорабатывает новый формат по Абхазии и Южной Осетии.